Проходит матушка зима, март наступил, запели птицы, и скоро будут гнезда вить, растит потомство, а пока любви наставшая пора, дурманит голову, чарует, и каждый от любви ликует. Смотрите, вот же я, готов! Мы слышим мартовских котов и воркование голубей, и жизнь нам кажется добрей, милей и где-то даже веселей. 16 марта. День Василиска и Евтропия. День назван в честь святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Евтропий был очень красив и премудр. Когда святые были приведены из темницы на судилище и стали перед правителем, правитель спросил их, почему лица ваши не сумрачны от долгого пребывания в темнице, а радостны, как будто от постоянного веселья. Блаженный Евтропий ответил, что сбываются на нас слова Писания, веселое сердце делает лицо веселым. По этому дню судили о лете. Если подул теплый ветер, будет лето теплое и мокрое. Если мороз стоит, снег и ветер с севера будет холодное. Если в этот день идет дождь, будет дождливым. Вообще в этот день крестьяне выходили в поля и обходили их крест накрость. Это делалось для того, чтобы внимание солнце привлечь и заставить его на поле снег топить. А крест на поле служил защитой для посевов от болезней и набегов нечистой силы. Крест, помимо всего прочего, считается знаком оберегом и символом солнца. Он означает жизнь, свет, тепло, плодородие и благополучие. Кресты ставили и рисовали там, где человек может столкнуться с нечистой силой. Возле очага, на окнах, на границе села, на перекрестках, дверях и иных местах. Что касается защиты от темных сил, то следует знать определенные правила и обязательно соблюдать их. Например, на закате солнца не давать и не брать в долг ни хлеба, ни денег. После захода солнца не выносить ссор на улицу. Счастье свое вынесешь. Если в четверг до восхода солнца умыться, серебра и сейца, будешь весь год здоров и лицом чист. Приметы. Сегодня надо обойти крест-накрест. Поле, огород, дачный участок. Это обеспечит хороший урожай. Чтобы избежать любой опасности, надо сегодня осенить крестом входную дверь в доме, окна, ворота и домашний очаг, печь, камин. То есть все выходы, через которые может проникнуть темная сила. Если сегодня скворцы прилетели к богатому урожаю зерновых, вороны в снегу купаются к солнечной погоде, все перелетные птицы прилетели к теплу. Итак, вот видос. Одна минута и позвоночник, как 20 лет. Лучше упражнение для спины осанки. Молодец. Спину за одну минуту. 4,4 миллиона просмотров месяц назад. Настолько ли это все эффективно? Давайте посмотрим. Чтобы избавиться от чувства боли и усталости, сейчас я покажу упражнение, которое поможет убрать боль и неприятное ощущение в спине. Оно очень простое и называется простирание. Как его выполнять? Мы кланяемся, а потом вновь поднимаемся. Это очень похоже на действия, которые делают во время молитвы. Почему же это упражнение считается лучшим? При его выполнении мы задействуем естественные сгибания и разгибания, а также верхние, средние и нижние участки позвоночника, а также суставы рук и ног. Это классная практика, которая позволяет задействовать всю амплитуду движения в нашем позвоночнике. И когда мы повторяем ее раз за разом, то мы разблокируем спину, убираем скованность. Это безопасно, если у вас грыжа, сколиоз, смещение и другие проблемы со спиной. И самое главное, это может выполнить любой человек. Таким образом постепенно восстанавливается и улучшается подвижность спины. Итак, друзья, давайте посмотрим, как выполняется эта практика и сделаем ее прямо вместе со мной. Важно начинать движение постепенно. Если где-то вы почувствуете боль, легкая, нормально, спина разблокируется. Если боль уже не легкая, не нужно идти дальше. Просто остановитесь на этом уровне. Если в процессе выполнения практики вы почувствовали где-то треск, не пугайтесь, это не перелом. Позвонки, что называется, встали на место, сочленение разблокировалось. Я начинаю с легких кивательных движений головой, вверх и вниз. Ровно в рамках комфортной для меня амплитуды. Вниз я стараюсь делать выдох, вверх вдох. Если вы боитесь делать движение вверх, не делайте. Постепенно я увеличиваю амплитуду движения. И если все комфортно, я прибавляю и прибавляю. И вот уже движение уходит на грудной отдел позвоночника. Вот уже я начинаю немножечко прогибаться. Обратите внимание, когда я ухожу в наклон, в сгибание, я сгибаю ноги в коленях. В этом отличие от наклона в популярной йоге. Мы работаем с позвоночником, а не с тазобедренными суставами. О чем вот это говорит? Вот такое вот простое упражнение. Простое упражнение. Оно говорит о том, Оно говорит о том, Что? Человеку просто-напросто не хватает движений для позвоночного столба. И просто-напросто вот Алексей демонстрирует вот эти вот упражнения для того, чтобы дать какой-то хотя бы минимум на позвоночный столб. Чтобы он по минимуму работал. Мы в основном сидим. Мы в основном лежим. Нагрузки на позвоночный столб нет никакой. Естественно, он садится. Естественно, он не дополучает ни крови, ни питательных веществ, которые нужны. И имеет плачевное состояние. Начинаются там боли, дегенеративные процессы. То есть, если мы с вами не используем спину так, как это должно было бы задумано природой, то, естественно, это все утрачивается. У нас функция позвоночника просто-напросто начинает исчезать, проседать и так далее и тому подобное. И получаются такие вот вещи. Я не против вот этого. Но еще раз хочу сказать, это говорит лишь о том, что у нас не хватает нормальных движений для позвоночного столба. Это первое. Второе. Хорошее упражнение, так сказать, кошечка, подтягивания, все это там нормальненько. Но позвоночный столб, он состоит, как мы знаем, из позвонков, между которыми еще находятся межпозвоночные диски. И вот межпозвоночные диски, вот это упражнение, и ряд других упражнений, как бы мы там что-то не делали, не закачивали спину, не растягивали ее, не наклонялись, абсолютно не затрагиваются межпозвоночные диски. Для них нет нагрузки. И оказывается, одно естественное упражнение, которое как раз способствует поддержанию межпозвоночных дисков здорового состояния, это ходьба. Ходите, как минимум, около часа в день. За счет того, что вы ходите, у вас идет вот эта вот нагрузка, которая давит на, то приплюснет межпозвоночный диск, то его расслабит, то приплюснет, то расслабит. За счет этого межпозвоночный диск насасывает в себя воду с питательными веществами и получает ту нагрузку и то питание, которое ему надо. Вот эти упражнения не дают, растяжки особо не дают, даже закачивание спины там на козле тоже этого не дают. Именно нагрузки на межпозвоночные диски. А вот ходьба дает. Опять-таки, я вам предлагаю наиболее лучшее, наиболее естественное, наиболее проверенное, чем я сам пользуюсь, которое дает великолепный результат. Так что воспользуйтесь в первую очередь ходьбой. Если вам больно там по какой-то причине там ходить, допустим, в позвоночном отделе у вас там имеются какие-то сжатия и так далее, все это там сдавливается, надевайте пояс штангиста для того, чтобы немножечко вот это все раздвинулось. И ходите. Со временем произойдет, со временем произойдет разблокировка вот этого вот зажатого сустава, его восстановление, расслабление, и вы будете нормально ходить. Ну, это еще, вот это все вещи, это говорят о простом восстановлении. А вот что делать, что делать, когда действительно там и межпозвоночные диски уже где-то там раздружились, и имеются там и грыжи, и прочее, прочее, прочее. А как вот, вот что это делать? Я, опять-таки, имею свой собственный опыт и наработки уже. Когда я в 2016 году пошел делать МРТ, практически уже, можно сказать, в инвалидном состоянии, сделали, сказали, вот, видите, вот, 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 а что делать? Будем наблюдать. Я же сейчас с помощью гравитационной гимнастики восстановил свою спину. И не просто спину. Поэтому, опять-таки, воспользуйтесь моим советом. Обычная ходьба, а вместо вот этого дурацкой, этой, как-то это, скандинавской ходьбы, берите вот такой вот эспандер и сжимайте руки. Это будет намного, намного, очень намного эффективнее, чем обычная вот эта вот ходьба с этими палками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова